На фасадах 11 школ городского округа Люберца можно встретить мемориальные доски, на которых высечены имена выпускников, погибших во время Чеченской войны или в Афганистане. Теперь памятные доски появляются и в честь героев нашего времени, участников специальной военной операции. Торжественное открытие одной из таких табличек прошло в кадетской школе. Тему продолжит Луиза Язарян. В музее «Сыны Отечества» кадетской школы появилась новая экспозиция, посвященная специальной военной операции. На ней представлены личные вещи и фотографии Андрея Вялова. С 1996 по 1998 год он учился в этих стенах. Участвовал во Второй Чеченской войне. В апреле прошлого года добровольно ушел на СВО. 3 мая погиб во время боев под Артемовском. Вот каким я его помню. Светловолосый, как и на фотографиях. Вот там видно, где он мальчик. Очень активный, стремящийся всегда отстоять свою точку зрения за правду. Если даже какие-то в этом возрасте, понятно, потасовки всякие разные бывали с ребятами, он всегда поступал честно. Вот, наверное, это его качество. Постоять за себя, за правое дело, наверное, и привело к тому, что он решил добровольно пойти защищать нашу Родину. Узнать о подвиге Андрея Вялова можно не только в музее. В холле кадетской школы установили памятную табличку. На ее открытии присутствовали родственники и друзья героя. С Андреем мы знакомы с самого детства. Очень много было с ним разных жизненных ситуаций. Сказать, что можно. Парень слова своего. В каких-то вещах целеустремленные. Если взялся за что-то, то уже до конца. Например, Андрей показывает, насколько правильно он был воспитан. Это человек, которым мы будем гордиться. Настоящий мужчина, который, не раздумывая, выполнил свой долг. Огромные слова уважения всей семье. Вся необходимая помощь, которая от нас нужна, будет оказана семье. Мы всегда будем рядом с вами. Право открыть памятную табличку предоставили родителям героя. За всем происходящим дистанционно наблюдала его дочь, 14-летняя Неля. Время своего последнего боя Андрей Вялов награжден Орденом Мужества.